Мир возлюбил, аминь. Отчистены от всяких скверных, и спаси блажей души наши. Благословляйте. Налево, направо, чтобы не поднести главное. Многомилостивый Господи, благодарим Тебя за сегодняшний воскресный день, что собрал Тебя нас всех верных. Даруй, Господи, и тем, кто желает быть с Тобою, объединиться с Тобой Господом и Творцом, и стать членом Твоей Святой Православной Соборной Апостольской Церкви. Даруй, Господи, не уклоняться ни налево, ни направо от святых словеств, которые даровался нам в Писании, через народ, избранный Тобою. Помоги, Господи, им избавиться от этого греха страшного, который они сделали, отступив от Тебя, Господа и Творца. И нас, Господи, не отрень, как Ты говоришь в Твоем Писании. Даруй, чтобы мы все исполнили до конца, ибо не можем мы троить ничего, только силой Твоей. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вам не кажется, что иконы неровно повышены? Ну, что-то, я тоже сейчас посмотрел, как-то они вот так, раз. Да, все может быть, что-то. Ну, это, видать, сегодня так пели, аж сотрохнулся воздух. Наверное. Похоже, гардерую распили. Две понижета. Сегодня что-то прям распили, да? Да. Так, прямо не отрадуешься? Да, да, да. Кто-то всех завел. Ну, вот так. Господь и Духом Святым. Так сказано в Третьей Суре. В Третьей Суре каком-то там аяте, что и Всевышний наделил Духом Святым. Начинаем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Марка, 9 глава, 45 по 50 стихи. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь храмому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену умную, где червь их не умирает и огонь не угасает, ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имеете в себе соль и мир имейте между собою. Толкование. Слушай, а внимательно не разговариваем. Не отвлекаемся. Не отвлекаемся. Будет ли соблазнять тебя нога, или рука, или око, то есть, будет ли соблазняющий и запинающий в деле спасения из числа домашних твоих, или близких по плоти, отсеки его, то есть, отверни любовь к нему и дружбу. Ибо как соль предохраняет мясо и не допускает зарождаться в нем червям, так и слово учителя, если оно крепкое и вязкое, удерживая людей от плотских страстей, не дает в них места неусыпающему червям. Если же сам учитель будет без соли и не будет иметь в себе возбуждающие и вяжущие силы, то чем осолится, то есть, исправится? Итак, имейте в себе соль, то есть, укрепляющую и вяжущую благодать Духа, чтобы быть вам в мире между собою, связуясь с ближним союзом любви. Вот что значит иметь соль. И вот к чему сказаны слова. Имейте мир с ближними своими. Комментарий Игнатия Лапкина. Главное качество соли – предохранять от гниения, от порчи. Колоссинам 4,6. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Ибо это будет только в том случае, если слово, сходящее с языка, будет пропитано Библией. Евангельский язык учителя обеззараживает атмосферу в любом обществе. Второе Коринфянам 2,16. Для одних – запах смертоносный на смерть, для других – запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? И на это способны только люди, исполненные благодатью Духа Святого, благодатью проповеди, благодатью, призывающей падших грешников к ногам Христа. Только и только за неизмеримо великие грехи, выражающиеся в нарушении библейских истин, Бог отнимает учительное слово даже от целой страны. Так случилось при согрешении царя Озии, когда он, будучи прокаженным, не удалился из города, хотя по закону должен был жить, как Иов, на гноище, далеко от людей. И только заодно это, говорит Иоанн Златоуз в шестом томе, Бог отнял видение и пророчество от всего Израиля и даже от рука Исаии. И только в год смерти царя ему был явлен Бог. Пророк Исаия 6.1 В год смерти царя Озии видел я Господа, сияющего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. На один этот стих пророка Исаия Иоанн Златоуз гремит на весь Константинополь, на всю вселенную шесть раз не менее, чем часовыми проповедями. В этом есть вечный урок, что согрешившие руководители и не уходящие со своего поста парализуют целую страну и своим местонахождением отдаляют от Бога, а страну погружают во мрак. И хотя царя Озия предал бразды правления своему сыну, но он не полностью устранился от людей и имел к ним доступ, а значит мог заражать всех, кто соприкасался с ним. И учительское слово умерло, не нашлось никого, кто обличил бы его, как Иоанн Креститель Ирода. Предательская декларация митрополита Сергия Строгородского, беззаконно узурпировавшая власть церкви Христовой признаком мертвеца, призраком, простите, мертвеца, нависает над православной церковью и ныне. Она должна быть немедленно предана анафеме, как архиеретическое и предательское, как иудин плод, разбухший, как повешенный иуда, и немогущий пролез через церковные врата наружу. Прошло 60 лет с того позорного черного дня июля 1943 года, когда Сталин Иосиф Виссарионович и его подельник Берия Лаврентий Павлович в кавычках благословили на патриарши престол автора декларации и была образована антиканоническая структура московской патриархии, которая выписывала особый тип советского священника, требоисполнителя и молчальника. А сама церковь получила название «великой молчальницы». Власти сумели заставить вступить в церковь во всеереси куменического движения, эту предтечи церкви антихриста. Сатанинская богобортическая власть не боится богослужений, служителей культа, но под страхом извержения Исана и заключения в тюрьму запретила живое слово проповеди. Нет семени, нет произрастания и не будет жатвы. Иеремия 8.20 «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». 1 Коринфянам 9.16 «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Дьявол бдительно наблюдает за тем, чтобы не было рождения Христа и христиан. Откровение 12.4 «Дракон сей стал пред женою, которая надлежала родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенцам». Вопрос у меня, вопрос. Ну вот как раз это навеяла именно эта декларация Сергия. Вот глядите, был коммунизм, но сейчас кто скажет, что у нас коммунизм в стране? Ну нет коммунизма, однозначно. Коммунизма нет, а плоды коммунистические остались именно в самой церкви. Ведь незыблемая организация церкви-то, она такой осталась? Как вы думаете, для чего это Господь сделал? Я аналог возьму. Ну если бы был кто-то при цете власти, тогда бы легче разговаривать. А так я заочно говорю. Ну нигде не скрывают, все говорят. Целыми дивизиями, корпусами немцы рвались на запад, чтобы сдать с американцем. Война к концу идет, а тут советские идут, и они бросали позиции, и все, и ринулись туда. И нам кажется, там их приняли. Ну а почему туда бежали? Первый вопрос. Почему бежали, когда те-то тоже убивали, ковровым методом выжигали города там полностью? Только в Нюрминге где-то они за два дня уничтожили 80 тысяч человек. Дрездене. А? Дрездене. Дрездене там пересчитают города. Это атомная бомба. Ну сразу, две с половиной тысячи мы с самолетом налетели, ковром сцепят. На одно и то же место два дня. В Нюрминге процесс был, там осталось много. Они знали. Зачем же они туда бежали к ним? Один вопрос о размышлении. Эти, которые говорили советские, что делают, и говорили правильно им. Но когда приехали, вдруг дали указ советским, ну, в этом, больше ста тысяч изнасилованных было в Берлине. Да. Ну а дальше-то кормили, кого ничего нету, все время там щерпаками стояли. А потом-то вся Германия-то не убежала. Откуда бы демократическая Германия-то была-то? Зачем они туда бежали? Они думали так, прибежим туда, ну, как главный в СС это был Генрих Гиммлер. Он пришел к ним, главное, у него все расщики, он знает, где золото, рейка хлонится. А это ни худа ни мало, не хватало сколько-то, это 700 тонн. Это много, 700 тонн. Так а сколько не раскрыто, половина не осталась. И он все знал. И к ним, когда пришел, а его арестовать, он там капсулу даванул, и все. Значит, не все хорошо было. Дальше охраняли, когда здесь Герман Герман был. Легко в охране. Несколько часов осталось только до казни, и он успел раздавить ампулу. Маршалов не вешают, а его повесить хотели. Значит, что там было? Там тоже не сахар было под американским мигом. Ты вот сейчас перекладывай на эту серию. Но однако туда бежали. И что американцы делали? Первым делом, когда зашли, увидели там Майдане, Конституция, вот они попали в Пленто. Какие большие концентрационные лагеря-то. А они тогда открыли. И все жители обязаны были окрестных городов быть здесь. Привозили на автобусах, их там автобусами. Чтобы они посмотрели, зашли, увидели трупы, горы. И никто не знал. А что значит у вас, что в тюрьме делается? Рядом какие братские могилы-то здесь расстреливали, монахини и прочее-то? А ты сейчас раскопали, там одни черепа валялись. Я когда увидел там, что делать-то, я в КГБ созвонился. И там сразу все это закрыли, часовых надо выстроили. Один галошник, оно не гниет. Ребятишки, черепа по городу растаскивали, там фонарики поставят и бежит на тебя. Значит, зачем бежали? То есть они полностью разноционализировали эту Германию. Дальше. Все до одного выйти на учет. Нет тюрьма. Все должны были прийти на учет, получить американское свидетельство на американский паспорт. Раз. Это кто не знает даже. Дальше. До них начинались курсы. Все должны были пройти. На цену, чтобы вылетел из детства. Из детства этого не было. Все так и оставили. Против декларации Сергея-то, ну, говорили зарубежно это. Вот они придут, как мне, который моего дела курировал, подполковник был, Никулин Юрий Михайлович. И он говорил, ну, теперь, Игнать Иванович, объединились в церкви, теперь мы не открыто растопыренной лукой кулаком будем бить католиков. Добрый человек. Я говорю, да это к нам Христов пришел, чтобы нам пальцы вместе собрать и ударить католиков. Католиков почти миллиард, а нас 150 миллионов не наберешь. Что спрашивают-то? Ну и что? А то, что надо работать. Вы травляйте человека. Прежнего раба, как Чехов говорил, я покаплю, всю жизнь выжимаю из себя раба. И вот это было, да, хотели спасать. Неправильно, ну, можно принести покаяние. Зарубежная церковь принесла покаяние. Вот оно. Считали все. Кто считал покаяние? Кто не считал, поднимите руку. Кто не считал? Вот, раз, два, три. Вот, раз, два, три. Я прочитал, слушай. Четверо? Четверо? Сейчас. Ай-яй-яй. Сиди дома, не гуляй. А читай. 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 Покаяние перед старообрядцами, страница 378. Послушайте. Все епископы, их киихи подписался. Там был главный у них Даниил, старообрядец. Он прямо в этой церкви был, прищащались они вместе. Все. Считай слух. Давайте, это не помимо. Она коротенькая. Странички две. Ну, к тебе. Сына и Святого Духа, аминь. Покаяние перед старообрядцами архиерейского собора Русской Православной Церкви за границей. Покаяние не за себя. Верующих чат Русской Православной Церкви на родине и в России, не держащихся старого обряда, Собор Епископов Русской Православной Церкви за границей приветствует. Возлюбленные братья и сестры, по святой православной вере нашей, благодать и милость человеколюбца спаса, да будут с вами вовеки. В год, когда Святая Православная Церковь обращена к 2000-му юбилею Рождества во плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы, Собор Епископов РПЦЗ, собравшихся в богоохранимом граде Нью-Йорке, на наших заседаниях думаем о том, как бы мы могли способствовать уврачеванию того разделения, которое уже столько столетий переживает Церковь Российская, вследствие богослужебных изменений, установленных в XVII веке. Мы глубоко сожалеем о тех жестокостях, которые были причинены приверженцам старого обряда, о тех преследованиях со стороны гражданских властей, которые вдохновлялись и некоторыми из наших предшественников, иерархии... Архиерея натравливали-то. Иерархии русской церкви только за любовь старообрядцев к преданию, принятому от благочестивых предков, за ревностное хранение его. Русская зарубежная церковь с самого своего основания соответственно искала примирения со старообрядцами и на своем третьем всезарубежном соборе, состоявшемся в 1974 году, во всеуслышание провозгласила древние богослужебные обычаи и обряды православными и спасительными. Запрещение же и клятвы, наложенные в прошлом на содержащих эти обычаи, считать недействительными, отмененными и яко небывшими. Яко небывшие. Так, подожди. А в 1974 году, а патриархия вот это сделала в 1972-м обрядах. Теперь не нахуй. Два перста у тебя хоть три. Не имеет значения. Беспокаяние. Просто обменило. А беспокаяние. Просто так вышло. Яко небывшие. Те же слова. Значит, травили, травили, люди сжигались. Лишь бы им не отзнасться в руки, потому что там пытки. Вот когда окружали где-то, бывает, вот советские генералы были там под Ржевом. Пленка. Ну, плен уже все. Вот тебе пули в лопши. Его живым не оставят. И поэтому никаких мучений нет. Пулька и все. И старообрядцы 470 человек молятся. И вдруг войска. А они шли молиться, и каждый нес охапку соломы. И храм половина всего забыл. А свечки могло загореться-то. Они запирались. Войска подошли, и все сгорали. Сами себя поджигали. Один раз, говорят, итак, войска приблизились. И они кричали, уйдите отсюда, иначе сгорим. Ну и горите, проклятые. Они подожгли. И сожигавшиеся 1070 человек. Сожигавшиеся. Присчитали умереть с детьми, и все сжигались. Это какой? Ну, 1680. 60-й год примерно. Это все, как якобы не бывшие. И это покаяние-то еще не полное. Хотя уже признали. Дальше они скажут об этом. Когда дубина эта Божья повернулась на них. От коммунистов. Они совершенно правильно сказали. И несмотря на это, хотя наша иерархия и наши верующие никогда не участвовали в преследованиях и насилиях, причиненных старообрядцем, мы хотим воспользоваться и ныне данным случаем, дабы и спросить у них прощения за тех, кто презрительно относился к их благочестивым отцам. Этим мы хотели бы последовать примеру святого императора Феодосия Младшего, перенесшего святые мощи святителя Иоанна Златоуста в царственный град из дальней ссылки, куда родители его немилостиво отправили святителя. Применяя его слова, мы взываем к преследованным. Простите, братья и сестры наши, прегрешения, причиненные вам ненавистью. Не считайте нас сообщниками в грехах наших предшественников. Не возлагайте горечь за нас, за невоздержанные деяния их. Хотя мы потомки гонителей ваших, но не повинны в причиненных вам бедствиях. Хорошо. Простите обиды, чтобы и мы были свободны от упрека, тяготеющего над ними. Мы клянемся, а, простите, мы кланяемся вам в ноги и припоручаем себя вашим молитвам. Простите оскорбивших вас безрассудным насилием, ибо нашими устами они раскаялись в соделанном вам и испрашивают прощения. В 20 веке на православную Россию церковь обрушились новые преследования. Теперь уже от рук богоборного коммунистического режима. Перед нашими глазами ярким образом представилось преследование при малодушном или даже бессовестном сотрудничестве и пособничестве гражданским властям со стороны лиц, именующих себя церковными. Мы со скорбью признаем, что великое гонение нашей церкви в прошедшие десятилетия отчасти может быть и божьим наказанием за преследование чад старого облада. А теперь на нас коммунистов бог вывел, это же они пришли по повелению божию. Не надо, то просто он плохой и все, нет, а нас разумить надо. И вот тебе война, вот плен. Наказанием за преследование чад старого обряда нашими предшественниками. Итак, мы сознаем горькие последствия событий, разделивших нас и тем самым ослабивших духовную мощь русской церкви. Мы торжественно провозглашаем свое глубокое желание исцелить нанесенную церкви рану и молиться о том, чтобы мы, если на то будет воля всемилостивого бога, могли бы участвовать в таком богоугодном деле. Мы верим, что с обеих сторон требуется воля следовать спасительным заповедям Христовым в исповедании, что не обряды наши сами по себе приближают нас к Богу, но покаяние наши, смирение, готовность к взаимному прощению, любовь и все христианское добродетели устрояют нам наше спасение. Так, какого числа? Мы искренне желаем встретить представителей церкви старого обряда и согласий, а также их приходов, дабы мы могли совместно разрушить средостения, разделяющие нас. Средостения – стену, которая разделяется. И подготовить путь к добрым отношениям и, наконец, к восстановлению полного общения между нашей церковью и теми, кто стремится сохранить старый обряд в лоне русской церкви. 13-го по старому стилю, 26 октября 2000-й год. Митрополит Виталий, председатель архиеретского собора. Члены архиеретского собора. Перечисляем. Так, первый. Архиеретский собора. Архиеретский собора. А то вот за ним, когда умер, стал. Дальше. А здесь не разобрать. Ну, говоришь, кто-то не разобрать. Архиепископ Алимпий. Архиепископ Слу... Ну-ка, дай-ка мне, дочке. Ну, Евтихий тут... Так, архиепископ Лука, архиепископ Лазарь, а архиепископ... Еще раз Виталий один. Нет, Виталий не был. Валентин. Телефон. Иларион. Потом Евтихий. Потом... Да, тут... Архиепископ Прав. Что включилось? Гавриил. Гавриил. Бакарий. Дар... Звук-то надо открощать. Дмитрий? Нет, не понял. Ну, ладно, коричневый. Кирилл, Кирилл. Да, был такой. Так. И вот двоих я не могу прочитать на букву А. А... Ну, не Александр только. Ну, ладно, сколько, посчитай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. Тринадцать. Четырнадцать, сам Виталий. Держи, может. Сколько? Четырнадцать. И Виталий. Это столько, все подписались. И когда узнали это... Так, где? Это Курске. Курске. Отец Лев Лебедец, который переписывался-то. А сын-то остался у него. И они поднялись как вот на это вот. А мы, братья, прощения должны. А вот теперь давайте поговорим. Старобрядцы говорят, этого недостаточно. Вы верните к старым обрядам. Справедливы ли их требования? Нет. Старобрядцы-то это знают. Они довольны этим. Говорят, ну это не все. Если это все незаконно. Ну как человек реабилитирован, к нему возвращают. Вот я судился. Вот это здание. Все за счет. Что у меня отняли? Они говорят, ну мы виноваты. Советская власть. Но на этом-то я не удовлетворился. Я говорю, вы у меня изъяли. Верните. Они говорят, а ничего нет. Уже нету того. Пленки все сожгли. Урут. На каком заводе, какой кощегар. Я пошел, везде по заводам прошел. Никогда не было никого. Вранье. Они растащили по себе. Красоту эту. Ну я все требую. А даже это были теми деньгами. Это 11 миллиардов. Не просто так. Да и так 13 соток. В красивейшем месте. О, рядом. Два здания. 13 соток земли. Ну и теперь мировое соглашение. И здесь так же. Верните на старое. У меня отняли усадьбу. Вот поступили как. В Латвии. Советская власть кончилась. А они объявили за рубежом. Вы, которые были грабы. Князья. Можете возвращаться. В ваши дома повернем. А тут живут люди уже лет 30-40. Всех оттуда вышло. Да где? Ну найдем квартиру в другом месте. Вот Путина обвиняют. Путин виноват в этом. В этом. Он что додумался? Путин-то. И он говорит, кому мы должны были? Деньгами-то. И вы ждали 40 лет. Я не знаю. С учетом инфляции там и банки как было. За рубежом мы со всеми рассчитаемся. Вот тебе и Путин. Но один мотивак там оправдал свою жизнь. И миллиарды пошли туда за рубеж. Те тоже внуки. И никто не верит. Дед был, отняли все. И сын так же. И вдруг внуков бац. Вот как и как надо делать. За родителей, за дедов мы в ответе, если они должны. Вот сейчас бы мне сказали. Твой отец занял там-то. Ты бы рассчитался? Да я бы не то, что рассчитался. Я бегом побежал туда сегодня. Вот я не выхожу. Я сижу дома. У меня бесплатный билет в любой конец страны. С 92-го года, считай, сколько это? Восемь лет. Я не знаю, у меня билет бесплатный. Полит заключенного. Я бы здесь нанял машину и поехал и рассчитался. Не приведи, Господь. Я почему? Мой отец должен. Я его выкупаю оттуда. Господи, я заплатил за него. А теперь они говорят, старообрядцы. А обряд был плохой? Два пальца. Два. Даже нужный нет. То есть, идите, смотрю, и так увлеклись. А у вас эта привычка уже такая. Вы видели Бояреля Морозова? Кто написал? Картина. Ритин. Суриков. А он едет, это как, знамение какое. Ну так оно и есть. И вот там сидит юродивый на снегу голыми ногами и тоже отключился. Что означает два? Это небеса, это земля. Небеса спустились, что их Сын Божий сошел. Бога-человек. Бога-человек на Христе, Христос был, да. Троицы на Христе не было. С чего ради дух сложили? А они сразу говорят, да так брали из кисета табак, табашники. Ну так молился князь Владимир. Все до одного епископа, Сергий Радонежский, все так молились. Все. Основатели русского монашества Антоний, Феодосий, Туровский Кирилл. Все до одного канонизированного святого молились только Двуперстно. И вдруг завтра говорят, три, люди стали смотреть, как на Анти... И надо же остучиться, главная реформа, 1666 год. В 1666 и все поняли, что это Антихрист. Ну и пошли бежать. Они убежали в Турцию. Потом вернулись, я не знаю, при Щеве или как. Вернулись. Сохранили все, и бороды, и все. Другие там на юг, от Лыка, вот где Абаза, Красноярский край там. Бежали куда угодно, лишь бы только не попасться в руки. Ну от человека трудно спрятаться. Сталин в Кремле сидит тепло. А кто-то брякнул, говорит, а знаешь, шпионов-то посылают. А они шпионы, там кельи есть, живут люди. Сароверты. И у них могут скрыться, могут рощерком спецотряду послать и сжечь все избушки зимой. Все, которые там были, скиты построены, все, все сожгли. И вот этот Карп Осипович так. А он с братом на огороде картошку копает. А те, он увидел, говорит, люди идут. И побежал. А тот на коленке, сразу винтовку, и прям сразу его убил на огороде. Не разговаривал, не знает кто. Почему он советский, он патриот. И вот давайте теперь дальше посмотрим. С чего родня отбросили? Мы никого не заставляем. Володя рядом живет. Я тебе хоть раз сказал, не молись так? Нет. А почему? Повторяю, Сергий Радонечка, все молились, только двуперстные. Но. Они говорят, древний, древний. И тут же выпускают этот... У них там Федор Ефимович Мельников пишет, этот старообрядческий, как историк, писатель. И он говорит, и дальше приводит выдержку из Ана-Затауста. И Ана-Затауста говорит, первые христиане поднимали перст. Какой рукой? Какой перст не говорит? Но я думаю, не левой рукой. И указательный палец. Думаю, что они, первые христиане, молились одним пальцем. А одним. А правильно это будет? Это правильно. А два, два неправильно. И три неправильно. А почему? Потому что на кресте не умирало божество, а только человек. Божество бесстрастное. Равно, но это более приближенно. Понятно, что все-таки Бога, человек, Христос. Но троица-то вообще никак не годится. А почему же другим не говорите? Почему я другим-то не настаиваю? Ну да. Я считаю, только потому не говорю, что трои персты засвидетельствованы, что Бог не отверг его. Серафим Саровский, Ян Кронштадтский, Игнатий Бринчанинов, Феофан Затворник. Все молились уже трои персты. И поэтому, вот, равноспасительно, и у нас поэтому молят. Я с детства приучен так. Моя бабка, мать, все молились. Так я и молюсь. А так можете? Вот я перекрещу, чтобы ты видел. И три разницы нет. А одним и одним. Ну а как правильно все-таки? Правильно, как католики, пятерней. Лопатой. Лопатой называли. Почему? Потому что у Христа были телу Его, небожество нанесенные раны. Пять ран. И они говорят, ты, шедший с неба, и распятый пятью ранами, на руках, на ногах и в боку, нас, стоящих налево, погибших грешников, ради сошедших, переведи на правую сторону спасительную. Лучше не скажешь, не докажешь. Католики правы. Так а вы католик? Я не католик, я правду люблю. И следуя я нашел. Самое правильное. Это правильное, а это с разъяснением. Петра. А католики так говорят, ну я говорю молитву и считаю, как они считают. Я побуду, Сергей. Да. Все. Я сейчас прошу, да прошу отдельно. Ваня, а кто вам сегодня сказал пыль убирать в храме с труп? Ну я вас застал, зашел, в храме работает кто? Я. А с чего ради? А тебе кто сказал? Я сама. Да потому что японцы сильно грязные. Не слышу. А? Японцы сильно грязные, мы не достаем, а девочки высокие. Они в тот раз ко мне подошли. Девочки высокие, и они могут прийти в понедельник, вторник, до субботы. Они же учатся. Ну все. Наш директор никто не оправдает. Все, я понимаю. Простите, представляете. Он пошел собирать стучки. И вот первый раз в субботу, она еще не действовала, но уже отключили вечером. Его забрали, говорят, он стучки собирает. А он не знал. Я представляю, как вот его взяли, повели. А что я сделал? Ну нельзя. Как нельзя? Я жене сказал, сейчас наберу стучков и таганок раз... Я сказал нельзя. Почему? Не знаю. Его посадили в Моисея, не знаю, что дальше делать-то с ним. А он сидит до утра, там, мерзит. Что взяли меня? Преступников полно не берут, а меня арестовали. И утром его вывели. Он говорит, ну еще... Где дрова-то? Какие дрова? Ну я нес, то отобрали. Да другие дрова-то, ты еще огородишь-то. Сказал наш Бог его, вы убейте его. Меня? Да я же сражался в первых рядах. У меня вот три ордена славы, красного знамени. И дважды герой убить. Убили его? Ну простите. Убили. Побили. Так, принеси покаяние перед детьми. Я прошу воскресный день здесь ничего не делать. Никогда. Если, конечно, кыша не прохудилась. Это подмазка, ответ. Это не ответ. Я же стоял рядом, ты мимо проходил, почему же не сказала мне? Я не знала. Понимаешь, все какие-то вот эти вот... Надо определенная щетка сказать. Знали заранее? Я скажу позже. Шторки не трогать, запомните. Не трогать, они чистые. Прибитые. Прихожу, оторвали, уже стирают. А стирают, они вот так полосами разорвались. Не трогать. Понимаете? Не трогать. А дети невиновые. Перед ними попросите прощения. Возьмите и пить имю за это. Какой-то день назначьте себе. Не пейте, не ешьте. Сами. А вы, чтобы знали. Это ветхозаветная суббота переходит в воскресенье. Пыль она помешала кому-то. Да она ее не видела никогда на трубе-то. Занес враг туда вас. А дети малые. Они понимают, воскресенье можно куростать. Куростать. Смерть. Это четвертая заповедь самая большая по объему. Не ты, не раб, это рабы. Не волк. Не осел. Не лошадь, не трактор, не что. Все не работали. Просчитайте еще раз. 20-я глава исхода. Я зашел. Надо же меня субботу туда. Что-то свет говорит. Захожу, они лазят там по верху. А они-то еще не знают. Отставить. И никогда не делать этого. Я повторяю, если горит, если потоп идет, сорвало крышу, тут спрашивать не надо. И так понятно. А тут никакой нет. У нас есть кому. Андрюша где-то нету здесь или здесь. Уехал. Он молоденький заскочится, отрет. Придете и скажите, нам нужен работник. Он будет рядом. Он не достанет. Так, тебе что-то не так или что? Она говорит, надо яростах покупать, чтобы его под потолок. Там у нас лесенка есть. Все сделает как надо. Ух и сестры. У нас ребята безотказные. Так, поехали. Я прошу, не заходите за грань. Благословения там нету. Одного этого уже достаточно. Чего воскресенье нас затеяло это сделать? Непонятно. Евангелие от Марка, глава 10. Уметьте приносить покаяние и понимать. Да что вы, коммунисты нас жарили, это не за это ли? С 1 по 9 стихи. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороной. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей. Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил. Доказательство, что одна жена. Одно ребро взял, а сегодня готов вообще без ребер быть, как медуза, лишь бы ты кобыла 24. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилипится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Толкование. Подожди, вот. И по обыкновению своему учил. Больше ничего не надо. Вот прочитали, а то можно Библию закрывать и пошли проповедовать. По обыкновению. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. Представь себе. Вот снимок такой, все фотографирует. Патриарх Тюнин стоит. И кто там перед ним на коленях, ну ясно, что не в священнике руку полагают. Он обычный епископ. Рядом стоят бородатые, такие красивые мужи и бриза. Один, два, три, пять, десять. В толпах. В престолах, в алтаре, видимо, храм Христа Спасителя. Рядом молодые, там стоят и подьяконы стоят. Куча мала. И ни одного на проповедь нет. И это тысячу лет. И батюшка стоит, он думает, в это время о нас думает, когда молится-то. Ну, в любом храбе-то. Он думает о том, как не ошибиться, если тут кто-то за ним смотрит. Я говорю, а в это время-то о чем было? Я, говорит, ни о чем не думал. Я только боялся, как бы ни то не сказать. Я разговаривал со священниками. А проповедь-то где? Вот сектанты показывают. Ну, заряди какое-нибудь там песнопение, там, взойдем на алгогопу, мой брат. И много-много-много поют. Центр спасения, истина Христова, название сект. Камень веры, живая вода. И молодежи, молодежи, стоят без платков, конечно, бритые, в галстуках, расстегнутые. Ну, мирские люди. Но они пришли, они сейчас не пьют, не курят. Это все православные могли быть. Туда один раз человек зашел. Вот, я не знаю у кого, Людмила Степановна, кажется, лежал парализован. И он лежал, и он дальше о себе говорит. Здоровый, крепкий мужик. Ну, когда еще головой-то не брякнулся, нормальный был. Зашел в Покровский собор. Стоит. Считают. Я говорю, а долго будет это петь-то? Кто? Евангелие прочитают. Он поставил, Манька, так этот Иван долго будет кричать? А что, понял, не знаю. Я, говорит, вышел, ничего не знаю. Вот там мне кто-то подошел и говорит, а вы Евангелие считаете? Евангелие? А что такое? Так вот, Евангелие-то только считается непонятно. А у нас понятно. Тебе ножить надо? Да как я его достану, а я тебе подарю. Она сказала, раз, вытаскивает. Вот туда пошел, и все. На этом застрял. Сектант-то. С ним как беда получилась? Ударился головой или что? Прыгнул в воду. Как Сергей, в козлу. И теперь он лежит, и мы сделали в рот. Бассейн. Там это, как такая палочка горбатая. И он сторонист еще листает. Сам. И говорит, православный был бы. Два миллиарда мусульман, тысячу-триста лет уже, православные были бы. А почему? Они проповедовали, один нашелся там ревностный. И всех обратил. Ну, конечно, он обратил их не Евангелием, а как ему вместилось, так он другим заложил. А сегодня они знают. Вот представьте, я разговариваю, две с половиной тысячи мусульман, ни один не может просчитать четыре слова. Я говорю, вы такие же тупые, тупые, как пни, как мы. Вы еще не отвечаете. Так у нас бывает паки-паки, я пойму. А там вообще ничего не... Ни одного слова. Паки-паки. Все по-арабски. Паки-паки. Там буквы-то какие-то буквы, и на ней еще три легких. Как у нас на кресте. Сейчас интересно. Я по-русски говорю. Я не понимаю по-арабски. И хотел бы сказать, слава Богу за все. Любите Бога и Святую Библию. И в Яндексе заходишь, как по-русски, а дальше вторая группа, я говорю, по-арабски. Она меня все выкинула. Не ровно ложится, а с одного края вот так вот. Я теперь пытаюсь узнать, какое слово, так и не мог понять. Если не правильно, даже вот английский, немецкий, испанский. Я хоть маленько мыркать буду. Бух вот иди. А тут еще губами шевелишь. Какой звук издать не знаешь? А вы слышали, что патриарх Кирилл Гундяев разрешил общинам переходить, переводить богослужение на русский язык? Да, я слышал от Андрея Кураеву. Общинам переводить? А почему у них общины? Я сам не слышал. Богослужение. Да община. Не надо говорить Георгию Кощеткову, идите, возьмите. Вот точно. Священник. Все есть уже. Его в Нобеле, его что-то и не делали. Он распространился по всей стране. И бахнули рукой, теперь он опять служит туда. Главное, чтобы его сбить, прислали священника. Ну и когда он встал, этот-то, по-русски-то, возноси трухи-то, чтобы хлеб-то в тело превратился-то, помолились-то, а этот, который священник, говорит, что вы думаете, надо послать. И давай опять то же самое. Они его за шивороты из-за царя. Ну а дальше пошла эта кутерьма. Да немало того еще вызвали из дурдового машину. Ну, а Игорь Тихович, а Кочеткова-то этого они не признали обновленцем-то? Нет, не признали. Он не обновленец. Он из патриархии-то не вышел. Он в патриархии это делает. И, наконец, с него все сняли. И он служит. Я его знаю. В смысле, что с него сняли? Сан. С него сан сняли? Вы говорите, с него все сняли. А в чем его обвиняют? Объявление в обновленческом? Ну, какое там до конца. Они приезжали ко мне. А потом говорил. Приехали-то как? Они по-своему одеты. Мы, говорят, тут переоделись у вас под окном. Видимо, штаны были накрашены. Где крестят много, я знаю, дисциплины никакой нет. И они придумали какое-то приветствие, целование. И в храме там в ровно движение идет, целуются. Христос посреди вас, если будет, там ходят. Да, они совершают Агапу. Наш Агапа обедаем. Вечер любви. У Кочеткова. Да, да. И Борисовна Бориснатор. А они не пошли против патриархии. Они внутри ее. Это самое правильное. Я не говорю, что они правильно. Уходить не надо. Надо работать. Как они так им? Мне сегодня один пишет. И, знаете, их дышит. Вот вы говорили, я книги ваши выписал. Я сейчас все делаю, как написано. Свечи не покупаю. И доезжу на пасеку. Покупаю воск. Делаю как надо. Прихожу. А я настоятель храма сказал, убери. Они неблагодатные. Благодатные только те, которые деньги платят у меня. Что же мне делать? Я говорю, обвестящих обойдешься. Дальше что непонятно. Он опять говорит. И оглашенный изъедитель не выполняется. И как здесь? Я говорю, стой и молись. Без тебя обойдутся. Благодарю. Дальше пошел. А на этих-то вопросах я бы мог ему, знаешь, как мозги закрутить. Конечно. Ну не говорю, дома жди свечки-то, пока изба не сгорит. Горубы такой показал. Свечки ему нужны. Но придурок. Но ведь в храме можно прийти, поставить свечу. Кто там знает? Купил ты ее у них в ларьке? Она стоит смотрит, она видит, она другого цвета. Там объявление, Галя, там объявление висит. Но объявление-то висит, а я вот пришла со своей свечи. Написано только наши свечи. Нельзя. К нам приезжал Диахар. И что, меня за руку возьмут? Возьмут. Я сам видел. Диахар приезжал, Сергей Бурдин. Отец у него благощинный Красноярского края. Отец Александр. Он был здесь, его родной брат Николай. На этом, на южном тут был. Я борьбу его. Их три брата, и все они священники. И вот он теперь, когда уже на пенсию пошел, и где-то там у себя стоит, большая толстая свяща, восковая. Восковая. Он ее зажег. Я говорю, смотрю маленько, погоди, у моей свящи нету. Я говорю, взглядел, она лежит внизу в корзине. Я подошел, оттер ее, опять поставил. Смотрю, стоит, горит. Ну горит, моя-то как положено, горит. А эти трещат, капчат, там, циррозины разные. Которакта глаза от них. Молико, погоди, гляжу, опять нету. Я туда, говорит, зажег, встал рядом. А, вот она, в черном сарафане там подходит, бабка-то которая. Руку я говорю, стоп за руку. Ты что, тварь, делаешь? Что тебе дышал? И варенька поджала, я тогда, а, иди отсюда, только... Ну все, свечку поставил, говорит, и сам, говорю, как свечки. Ну он потом стал каким-то схимонахом. Ну конечно, тут такое дерзновение. Вот так. Вот, им указание дано, не покупать на руках, иначе дохода нет. А у нас свечки никто не руководит. А почему? Десятина. У нас оглашенные, все платят десятина с первого дня. Почему? Она нам не принадлежит. А то я буду десятина, а мне еще... А она нами не заработана. А как вы узнали? А там написано, Господь говорит, меня обкрадывайте. Если я не отдаю, он бы сказал, скупой отдай. Я же тебе дал. А здесь меня обкрадывайте десятина, чем? Не зарплатой, а десятой счастью. А она мне принадлежит. Ты сколько бы заработал? Ну точно, десять тысяч. А одна тысяча тебе не принадлежит. Незримый Господь пришел, взял через сказку и тебя наложил туда. Чтоб ты отнесла своей рукой. Вот как надо понимать. Если ты это не понимаешь, начни все сначала. Вот мой брат, священник, он родной брат, Аким Тихонович, он ни в два, ни в три, может в десять или больше раз богаче меня. У него овечек до ста голов. Жена где-то здесь была. Вот она сидит. Она агроном. Она там четыре, что ли, огорода разных держит. Где-то она сотрудничала. Я не могу сказать. Она на чужом горбу не сидит. Всем помогает. Пчел держал одно время. Ему десятина, моя батюшка не нужна. Но я вот сейчас, первый раз после Нового года приезжаю, я высчитываю, сколько у меня за пенсия. Сейчас я высчитываю, на 12 умножаю, и маленько сверху приложу, чтобы не ошибиться. И в конверте к ему. Он ни разу не был. Ты счеты и даешь, что у тебя еще нет. Он не имеет права, говорит, это не мое. Я напишу, и говорит, что Бог мне дал, чтобы я тебе передал. Я передал, я свободен. Все. Все в порядок. Теперь деньги мои. Составни я, где я заработаю. Когда ты душу порадуешь, и за десятину будешь благодарить, Господи. Наши поехали, плотниковые. Она подошла, Марина, ну и батюшке говорит, отец Георгий или Григорий. Она деньги дает батюшке, это десятина наша. Она здесь оплатила. Она говорит, какая десятина? Он и не знает. У него торговля идет, три киоска может быть. Она говорит, Бог мне дал деньги, с мужем заработали. Ну у нас, правда, четверо, там сколько детей, пятеро. Но у нас все есть. Да если даже нету, я обязан отдать. Не надо. А десятину давать тогда, когда нет торговли. А если мамона, то я мамоне отдавать не буду. Десятину отдавать никогда не надо, на эти другом месте, где нет торговли. Мне некоторые звонят, прям, а можно мы вам будем отдавать? Я говорю, нет, ты где хрещение принимал? Там и отдавают. Так и там торговля. Ну тогда делает мое. Мне оно в руки не попадет. Ты уверен, что я себе не возьму ни рубля? Нет. Ну переводи. Никита же Колесников перевел через меня батюшки, туда-там не нашел, видать. Он знает на сто процентов, Никита. Выставил ролик «Одень день праведника». Называется ролик «Одень день праведника». Первым делом идет, говорит, ночь, тихо, говорю. Привел в туалет и показал вещь, о, у него. Потом вышел, а тут люди спят еще. А вот тут гитара, что ли, это моя жена. Я так понял, может, я разрешил там. Ну и все показал, постель, и все на местах стоит. Это почему все у нас вместе, потому что я тут живу мало еще. После меня полный беспорядок будет. Ну молодец. Это, говорит, моя жена молчаливая, пока не тронешь. А, вот как, ты видела? Никита, с юмором. А второй не мог никак ролик поснять оттуда, не снимается. Ну на работу шел, там вода, собака к забору мощится, больше ничего нет. И вот я сейчас спрашиваю, прямо скину. Я только что поставил, я говорю, только поставил 200 человек. Я сейчас пришел тысячи вместе уже. Тысяча, двести. Никита, возвращайся, потеряю, его там подписывай где-то. Никита, а ты расскажи, вот как с Инатием познакомился, что это побудило, как ты про него узнал? Его работу дали. Ну будет он или нет, и говорит, не знаю. Я сегодня ночью выставил его. Паде не заругается он. Нет, не заругается. Он другой стал. Да. Сравнение все-таки ему приходит. Никита молодец, что он не пошел воевать против русских. Его бы в армии забрели. А когда он вернулся, ему ровно 30 лет, он сразу вернулся. Вообще. И главное, почти в каждом он говорит, где говорят. Вы посмотрите, он же обкуренный. На молоке варим, а я при расставании говорил, Никита, ну тайно, какие-нибудь таблетки мы там себя отравил? Никогда. Нет, нет, Ну у него вид такой, он без таблеток. Как же после тяжелого года. Да нет, мы с ним очень тесно работали всю зиму, и мы с ним сидели вот так вот оба-оба в два компьютера смотрели. И я, ну, рядом со мной был часами. Часами со мной рядом был. Ну поехали. Ничего не употребляем. Так, хорошее воспоминание. Значит, вот к этому теперь прилепи, чтобы не пустословие было. Да. Как веровать? Никому не быть должен. Я хотел еще сказать, что вот свечки, они не просто там бабушки стоят, они зарабатывают деньги на церкви. Когда свечка догорает, вот так вот, с пальчиком вот так остается, видите, да? Они обязательно подойдут, потушат ее и положат там свечной ящик называется у них. Никогда свеча у них не догорит. За каждым подсвечником или за двумя следит всегда там бабушка или тетка какая-нибудь. Понятно? И это их доход. Они знают это прекрасно. Потом они переплавляют его и, как Игнатих пишет в своей, как у вас называется она, церковь, о церкви, вы там пишете об этом. И там получается у них больше сколько? Больше тысячи процентов доход у них получается. То есть ничего они с воздуха делают деньгу. Они придумали как? Священник уйдет на Испой и обязан две свечки положить. И находится такая гора. Они берут туда и все видел. Раза два, три перепродают. Это тоже не совесть. Спросить можно? Я тут что-то не уловил. Мы считали о разводных письмах. Как со свечками то я? Почему перешли на свечки? Начали разговаривать про этого человека который говорил про свечи который Игнатих задавал вопрос. по слову Божьей занятия вести. Давай про разводное письмо спрашивай Игнатих. Тебе бы досталось точно. Тебе бы досталось точно. Игнатих сейчас говорит он разговаривает еще то начало вашего благородения в патриархии только разводит где-то Смирновым этот священник какой-то как говорит я сейчас посмотрел не до конца. Это их не бизнес они за эти письма чудеса Мы сказали что у нас тут баптисты а он съел запись он говорит еще раз говорите идете мимо баптиста это не экстремист его сразу зажистовать надо было конечно почему потому что на его совести тысячи людей кровь он благословлял все танки все там по военным силам я потерял поскалал он мне вернул у нас не пойдет такой материал о войне Смирнов запомни я знаю вот это я вот слышал вот это он с утормина этого валера я не знаю кого не засмотрел даже но факт то что мне скинули сказали а Виталий там комментирует а что спрашивать с ним попа блуды он там у него этот ролик называется самый наглый поп планеты да самый наглый поп заголовок это свернул а крещение не понимает хоть деньги взять ну хоть деньги две тысячи взять мне он дал отлуп как дядь Чукарь говорил потерял дал но не принял что не воевать не надо убивать людей не надо убивать я вам точно говорю не убивайте так давайте прочтем толкование на на разводное письмо давай да ничего не понятно вообще он идет не прямо в Иерусалим но сначала только в пределы иудейские чтобы оказать пользу незлобивому народу тогда как Иерусалим по лукавству иудеев был сведоточением всякой злобы и посмотри как они по злобе своей искушают Господа не терпя чтобы народ уверовал в него но всякий раз приступая к нему с намерением поставить его в затруднение и ускусить его своими вопросами они предлагают ему такой вопрос который ставил его между двух пропастей позволительно ли говорят человеку отпускать от себя жену ибо скажет ли он что это позволительно или скажет что не позволительно во всяком случае они думали обвинить его в противоречии закону Моисеева но Христос премудрость самосущая отвечает им так что избегает их сетей он спрашивает их что заповедал им Моисей а когда они отвечали что Моисей заповедал отпускать жену Христос объяснил их самый закон Моисей говорит он не был так немилостив чтобы мог дать такой закон но он написал это по причине вашего жестокосердия зная бесчеловечия евреев такое что муж не возлюбивший свою жену легко мог бы убить ее убить чтобы освободить Моисей дозволил мужу отпускать жену нелюбимую но изначало не так было Бог сочетает два лица союзом супружества так что они составляют одно оставляя своих родителей Бог не дозволяет многобрачия так чтобы одну жену можно было отпускать а другую брать и потом опять эту оставить а сочетаться сыною если бы это было Богу угодно то он создал бы мужа одного а жен многих сейчас писали мусульмане где-то там в Йемене 200-я свадьба и ни разу не нарушил 4 полюбил 5-ю надо выкидывать опять 4 и он вот так вот все время высчитывал 200-я свадьба но ни разу не нарушил закон и говорят я говорю вот у вас они на разврат мы говорят что с нормальными когда беседуют а у вас прелюбодействуют мужики да чтобы не прелюбодействовали наш разрешил 4 брать вот это так можно сказать чтобы не было воров сказать можно воровать до 4 миллионов сверх 4 только это уже воровство а так не будет воровства и все воры не будут ворами а мы стали мусульмане Риматин так еще более того не просто 4 а допустим у тебя было 4 есть 4 ну ты захотел ну что-то разнообразие в этом мясе ты берешь какой-то разводишься и она уходит спокойно ты разводишься отдаешь там ей то что на ней там все у них прописано это в 40 и берешь другую себе женщину а потом из этих надоел кто-то ты и у тебя все время 4 постоянно пополняют да постоянно хоть сколько да уже можно пополнять 300 главное и маму заплатили мало того когда он соседу кричит через двуал стянул и говорит сосед я с Наташкой развожусь ты слышал слышал три раза должен крикнуть и он невиня должен сказать все теперь жена она стоит рядом трясется все она не имеет права в дом заходить все что на ней есть за двор и все но если она беременна должна родить воспитать сына трех лет и дальше до свидания уже назад нет они очень серьезные мужики муж женой говорит любят друг друга душа в душу и он говорит ты знаешь я с тобой развожусь ай ха ха Алеша да ты чё да я я тебе давно не хотела хотела сказать кто-то взял записал он домой идет полиция а чё полиция а ты кто ну я Алексей такой-то так а ты по телефону говорился раздавился разводился это твой голос мой а разведенному делать тут не еще до свидания или жена пускай уходит развели они плакают это пошутили у нас нету закону такого плакать она может вернуться теперь к нему если она выйдет хотя бы на один день за каким-то мужиком и тот скажет я с ней переспал вот тогда она может вернуться а у нас третью главу посчитает Еремия говорит если жена ушла и была может она вернуться не развратилась либо из него у нас считает это страшный грех я сказал пошла была щата и к тебе вернулась а у них это за достоинство то есть виноват в голове около тихих людей ты знала что своего мужа вчера и третьего дня оно потом не видало я по толкованию спросить хотела вот Сергей прочитал что по толкованию спросить хочу найти качество Сергей прочитал что если мужу она надоела и он мог ее убить и по жестокосердию не мог убить но это не разрешалось чтобы не убить не разрешалось ну конечно ну как же тогда он смел руку поднять ну он говорит слушай отпусти ее сейчас убивать развод по этому значит были такие случаи ну это так и было были прямо так здесь были такие в пропасть пошел сбросил ее и все шли случайно упала подкнулась гипс сегодня же говорили что жена горше смерти и они убивали то есть под знаком что их тоже убьют но она на того опротила что если меня поймают за то что я там траванул ее или что-то да там и ревность была что только не ну все что у нас есть все там они же поняли что убить что-то и тоже камнями это побьют у султана свои менеджеры в Америке и они знают что он любит чтобы она была вот такая такие глаза и они от них набирают общинах 50 каждый идут деньги провозят ну и сказали там 10 тысяч долларов в месяц лишь получать теперь их приводят они там ходят никого нету а у него везде телевизор он смотрит он говорит вот эту оставь вот это и вот это вот три мне это хватит еще сто ищите эти мне не подходят но каждой дайте часы дайте там по 500 тысяч сколько и отвезите их домой а эти остаются теперь работает эти машины даст он а те другие пошли опять работать искать по его вкусу это сегодня но они это не жены это наложницы у Соломона было 300 жен 700 наложниц слово-то гарем ведь относится это к мусульманам у русских не было слова такого не было я как-то считал ну может неправильно и на том свете будет хорошо глаз не видел и у них объясняется как глаз не видел ты простой кем работал ну пастухом если ты угодишь и там будешь то у тебя каждую ночь будет 40 девственниц какая-то заслуга что девственница и он со всеми будет спать и они через день будут опять обновляться все срастаться будет от особой такие девы гурии называются я посмотрел по-немецки гура гура молодые ребята им вдалбливают все время что ты если подорвете себя куда дети не дети без славы буденов ты будешь сразу в раю ну ему там дали наркотиков он закрутился его раз а рядом сад сады там обслуживающий персонал его на носилке и туда он просыпается вокруг одни девки голые ему по одной он с ума сошел парень-то простой он не поймет что другое а он ему сказал ты в раю побудешь когда он опять заснул от наркотиков его обратно перенесли он глаза-то открыл опять такие же ваххабиты рядом а где был а где был рассказывает о наш брат-то Иван-то удостоился он там был Иван и говорит как ой не выскажешь как хорошо было икра там красная сибирская там еще только не было там барашки такие жирные были а девки не выскажешь и сколько сколько хочешь только выдержишь а выдержал и он говорит это пишет газета щиты месяц центральных органов МВД а он теперь на полном серьезе так и думает вот так а про женщин что-то не сказано что у них будет мужиков обновляться как говоришь про женщин у них ничего не сказано что там нет я читал про это не книги а где-то берешься нет это в Коране во второй суре написано что последний нам в раю будут у вас чистые супруги чистые супруги а кто такие гурии я не супруга гурии по-немецки прости гурии 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 я как валькирии представляю па-па-па-па-па носятся там оп села на него дальше то есть ничего духовного нет о рождении свыше даже ни один не слышал галя спрашивает вот если но не на пустом же месте моисей дал такой закон значит были массовые убийства а за эти убийства тоже же убийством ну каралось это почему как вот непонятки то есть у нее и у меня тоже очень даже понятно есть фильм такой развод по итальянскому есть еще фильм называется если еще фильм называется если он мешается ну моисей это же Сахасердие еще назвал то что они убивали жен у меня нет жены и все просто нанял кому-то убивали жен если это фильм там желание страсти называется японский ну ты роман на святение 21-го считала нет не помню возможно ну кто отробил-то там купца-то галя страшный фильм есть японский называется желание страсти не советую тебе смотреть как как любовники это мужа и жены это любовники они вдвоем как его убивали убили потом спрятали и потом как их там пытали они рассказали где они закопали все пять лет никто не знал потом уж догадались что скорее всего они убили потому что они вместе жить стали и все вот так и было закопал и готовы кто там скажет детектив шарлок-хомсов не было кто такой Николай Рунцов ну писатель здешний не писатель поэт поэт вот мы поем в этой деревне огни не погашен это его ну он такой у него ни дома не было ничего и еще так жене пришел на развод подала все и они там с любовником задушили его вот так вот он дрался говорит ну как пишет так что держи что имеешь о леди марк сынского тоже интерес а вы помните Давиду когда угрожала смертельная опасность кто помог бежать ему супруга его а жена его ну через окно бежал а тут положили статуи козьи кужи прикрыли думают где спит лежит голова пошли МВД брать-то его а его и нет вот он бежал значит такая должна быть она которая тебя спасает ну вот все таки непонятно если за убийство жены грозила по ихнему закону смертная казнь была почему они их убивали то даже ну почему это доказать то он ее все таки убивал ее она сама попала под машину узнали с работы идет подговорил товарищу где-то сейчас почему убивали Сережа что ты ни на чем сел не ну как Моисей то узнал что убивали ну как он они сами отравили никто не забрал это тайну убивали как как сейчас тайну убивали но потом бывало убыщено и бывало нечаянно а как нечаянно он у него пломик в руках и он долбит она решила подойти сзади и глаза ему закрыть неделю пожили месяц-то она только подошла он наклонился со всей силы прямо в песок и она упала и она упала и она упала мужик кто убил я убил он теперь схватил трупы и она уже умирает как вот мой Ивана Грозного сына все поздно это нечаянно она нечаянно родственники могут ответить отец-мать ему надо было обезать шесть городов в Израиле и за ворота а там оттуда не давали пока не умрет первосвященник пока следствие не покажет это все было обдумано а у нас нужды нет убивайте друг друга и когда говорят узнают о вашем законе народы окрестные скажут какой это великий и мудрый народ не закон мудрый а люди воплотившие закон пошли Евангелие от Марка 10 глава 10-12 стих в доме ученики его опять спросили его о том же он сказал им кто разведется с женою своею и женится на другой тот прелюбодействует от нее если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого прелюбодействует значит ни при счастье ничего нету толкование так как и ученики соблазнялись касательно развода мужа и жены то и они приступают к нему Иисусу и спрашивают о том же их образ мысли еще не совершенно был здрав Господь отвечал им кто отпустил жену свою и поимеет другую тот становится прелюбодеем с этой второй женой так же и жена оставившая своего мужа и сочетавшаяся с другим делается прелюбодейцей не сразу а развелся и то прелюбодеем а тут одновременно в одном доме шесть жен даже сравнивать нечего у нас это лютый разбрат а у них это святость поэтому тут разговаривать надо с ними как согласно их статусу вот я считаю Господь сказал интересно они говорят у вас написано не жил Евангелие по нему поступать это когда наш пророк был тогда у вас Евангелие было такое а потом его переписали по другому а в том первом Евангелии которые переписки они все говорят они ничего не считали я говорю ты считал то нет у нас так написано а с чем сравниваете тот оригинал который отвергли христиане а что бы христиане переписывали это когда умирали за него когда Господь бодрствует дороже неба из земли оценил я говорю да сохрани Бог а их сидит человек пять мы судьба мгновенно вот так никого нет дальше беседы нет никакой прям мгновенно нажимает кнопку и экран чистый стоит только перекрестить глаза вот такие вот его нет то есть они никакие убивают тут они компания на одного всемиром тут еще сонного застрелить могут я им задаю вопрос скажите телефон есть ну да покажи так а интернет есть скажи кто изобрел назвать не могут я говорю даже не знаю я вам назову телефоны Мартин Купер это Тим Бернесс но это все из христианских стран почему вы ничего не изобрели за чужой сейчас живете у вас мозги не работают японцы изобретают почему вы не можете изобрести никакого изобретения нет в мире вообще нету не считая там авиценна был когда-то там травами лечил да у них 1300 год сейчас идет у них 1300 год идет так что чего вы хотите ну хоть какой год но сегодняшнее изобретение почему не делать новое ни атомные бомбы не изобрели ничего нету зато они делают золотые автомобили себе бриллиантовые унитазы и так далее и детей детей они четко делают такие простые вопросы мне ответить я говорю у вас Сулейман это Соломон у нас три книги Соломона почему одного предложения для Соломона а почему я говорю потому что в руках у него книги не было он был купец ездил интересный человек просмоленный этими ветрами южными и что слышал от еретиков то и записал вот вам книга с неба сошла кто ее с неба вам дал такими заблуждениями вы признаете что Ветхий Завет не испорчен такой остался а вы же против него идете на каждом шагу так как мы свинину едим там написано не разбоеная а вы едите лошадь лошадь ну какой у вас закон то национальное блюдо у них лошадь ну я уже с ними набил руку беседую ни один еще ни одного кто бы знал кто бы знал я свои слова не говорил я их и не знаю о Соломоне там они пишут во второй суре у Соломона Соломон сам был не неверующий причем вот так было написано именно и дальше а у него были шайтаны которые неверующие и они учили людей колдовство а кто такие шайтаны все еще не написано кто такие а кто джины такие они по сей день не знают никто ничего не знает то ли национальное то ли характер человека непонятно у них вообще интересно допустим он пишет вторая сура 285 аятов ну стихов из них допустим ну где-то аятов 30 посвящено тому что иудеи и христиане согрешили не приняв законы которые Всевышний дал им и писание и писание у них он дал и все написано но они согрешили не принимая это не то что они переделали они принимали просто и дальше ну не знаю где-то наверное третья часть вот этих вот суд посвящено женщинам как разводиться с ними как туда как ее брать чтобы она там вышла за этого мужика как там я читаю считаю но выбрать нечего совершенно лучше бы они объяснили что они эти христиане иудеи не выполнили не лезь туда ты одно только спроси возьмите за грех смерть 623 вы согласны они согласны все теперь скажите кто из бы этого греха и почему все смертные и вы смертные и мы почему за грех Адама умерло больше 100 миллиардов людей объяснить они не знают поэтому это сверхкосмическое распространение они не поймут оно же теперь во христиане они не поймут я специально для вас выписывал вторая и третья суры там конкретно говорится о Всевышнем и как вам говорят они к нему обращаются они кстати к нему обращаются помилую нас я правда ни разу от них не слышал но я вычитал что в третьей суре они обращаются к нему помилуй нас прям молитва целая понятно ну может он прощать вопрос-то ну да там написано ты прощающий ты прости нас а нет что он простил их возьмите за грех смерть а с этим они соглашаются а кто тут умер за вашего да они соглашаются потому что ничего не понимают и в этом тоже как и в Иисусе Христе вы понимаете со второго слова переводите на Христа все остальное я тут показываю четыре русские девушки и они стали мусульманками одеты все им говорят хорошо мы перешли все тихо а все хорошего и теперь я им объясняю а они Христа-то не нашли давай а Христа нет еще и нет Марка 10 10-12 в доме ученики его опять спросили его о том же это я читал приносили к нему детей чтобы он прикоснулся к ним ученики же не допускали приносящих увидев то Иисус вознегодовал и сказал им пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им ибо таковых есть Царствие Божие и истинно говорю вам кто не примет Царствие Божие как дитя тот не войдет в него и обняв их положил руки на них и благословил их толкование велика была вера в народе когда одно возложение Христом рук принял как благословение для приводимых к нему детей а ученики не допускали приводящих думая что это недостойно его научая учеников смиренно мудрствовать и отвергать мирское надмение он принимает и обнимает детей Симон показывает что приемлет незлобивых таковых что незлобивых двоеточие таковых то есть стяжавших такое же незлобие как дети имеют по природе ибо дитя не завидует не помнит зла и будучи наказуема матерью не бежит от нее но хотя бы и рубище она носила предпочитает ее царице до какого возраста дети до трех лет а дальше мужик бежит так и добродетельно живущий предпочитает мать свою разумеют церковь всему и не увлекается житейскими наслаждениями царством же божием называют здесь проповедь евангелия и обещание будущих благ итак кто примет проповедь божественную как дитя то есть нисколько не раздумывая и не допуская в себе неверия тот войдет в царство божие и наследует те блага которые уже приобрел верою толкование ой простите комментарий толкование закончилось комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на слова царством же божием называет здесь проповедь не препятствуйте детям ибо таковых есть царствие божие сущим сказанным детей так комментарий блаженный толкователь отождествляет с проповедью вожделеннейшее для всех христиан царство небесное именно о проповеди Евангелия спаситель сказал какая страшная участь ожидает тех кто скрывает истинное толкование истинный путь в царство небесное Евангелие от Луки 11.52 горе вам законникам что вы взяли ключ разумения сами не вошли и входящим вас препятствовали судей 17.6 в те дни не было царя у Израиля каждый делал то что ему казалось справедливо когда нет научения из Евангелия то овцы блуждают и расхищаются злыми делателями ненавидевшими истинное православие языки 34.6 блуждают овцы мои по всем городам и по всякому высокому холму и по всему лицу земли рассеялись овцы мои и никто не разведывает о них и никто не ищет их Иезеки 34.10 так говорит Господь Бог вот я на пастыре и взыщу овец моих от руки их и не дам им более пасти овец и не будут более пастыри пасти самих себя и исторгну овец моих из челюстей их и не будут они пищу их пророк осия 48 грехами народа моего кормятся они и к беззаконию его стремится душа их 11 минут еще 11 минут в нашем распоряжении можете побеседовать побеседовать благословляю мне хочется грехами народа питаются но мы только об этом как раз и говорили грехами народа и питаются народ не знает слова божьего ходят свечки ставят а потом спрашивают а эти свечки то вообще это откуда взялось так откуда взялось то вы что сразу то не спрашиваете и говорите сразу спрашиваете откуда не откуда нету свечи только для того чтобы было светло а то жертва богу свечка какая то голове отец Владимир говорит пользу освещай только тем кто после будет перекрашивать все Затемненное, никакой пользы Ни указания в Божьем слове Нету нигде Свечи никому не нужны Это как бы выражает нашу жертвенность Как бы Экклесиастство Еще священник говорит Что эти свечи Действительно, что они взялись от того Что надо было освещать Потому что не было другого Не было электричества освещать А потом люди Сами придумали Мистическое значение Все Больше они ничего не носят А как храм продают А потому что это Источник получения Доходов Это священники говорят Это не я Свечка это мистика Люди сами придумали Мистическое значение Нина лица была своим опытом подтвердила Что это так На свечке На свечке Тройное зло От этой свечки Получается Я уже сейчас спрашивал Она подтвердила Правильно Видите мы выставили Когда общий на регистре Написали Только чисто восковая Без малейшей примеси И чтобы догорало У нас ни одного окарка нету За 20 лет Ни одного Она должна помигать Погаснуть Все на этом Из Иерусалима приехали И дарят мне Вот тебе Ты верующий Вот из Иерусалима я приехал На тебе масло В таком пузырьке С гроба Господня Благодарю А вот тебе Говорят свечи И дают свечи Одна красная Другая белая А третья белая С золотым таким Вот окантовкой Я говорю Так А свечи забирайте А почему Я говорю Не бывает воск Такого цвета У нас Не верят В церкви Горят восковые Они благоухают Чисто Спасики Такие круги Привозят воску Запах не восковый От этих свечей Хочу прямо сказать Почти никакого запаха Вот нет Серафим Саровский На это почему-то Внимание обращает Как пчела собирает С разных цветов Нектар Так и мы Это в свече Как бы все отображается Ну Действительно так и есть Но свеча Сама по себе Ничего не значит И там было много Светильников У женщин спрашивал У женщин спрашивал Говорю Что дает вам свеча Многие ответили так Что Со свечой Вот с этим дымом Совсем моя молитва До Бога доходит Лучше Вот многие И так говорят В большинстве случаев Да Что вот через ее Именно Вот прижал Нам один человек Алексей Блуждающий Я зову Такой квадрокоптер Этот Кота знакомый Призвал И на горе Чтобы молитва Наша Богу вознеслась И он оттуда Тепер съемку вел Он пришел Запустил бы Такой вот Красиво Конечно Интересно А житие святых Где говорит Что вышел Без с дымом С дымом Без Так я скажу Это житие У Сесоя Ну несколько раз Даже не обернулся Ученик В город ходил Ну и продавал Что-то Вернулся Теперь разговаривает Аба я продал Он мимо проходит Аба я вернулся Он даже не обернулся Он видит Другой день Третий Что случилось На сайте Что с ним Случилось А он нет И он тогда Снегает А кто ты такой Да я ученик твой Аба А где ты был Да ты же меня послал А дорогой Ты обратно шел С кем разговаривал Вот телевидение работает Ну С кем С евреем А еврей тебе Что сказал Ты им о Христе Говорил Я сказал Он говорит Да он же не мессия Это только так Люди придумали А ты ему еще ответил А я сказал Может быть и так Так что тебе надо Ты же отрекся Уйди отсюда И он тогда заплакал И что И давай Говорит молиться Тогда у него изо рта Тогда черным дымом Бес вышел И он не знает Вот за дымом И вот такие Которые у нас любят Спорить Там разные Ты-то точно Настоящая молиться Ты видишь Какой дым покатит Матерками Он выходит Я вот сейчас беседую Когда Я каждого прошу Не ругайся Он портит ролик Только Ууу Вот такой Только видит Ууу Перевать Я говорю Ты погадист Ты как ты смел Так Я тебе Вот стык гожу Где ты Смотри Как будто Тюремный Гальюн Открылся Сколько У тебя Аня сразу Да нет Я не знал Что это ты Я на кого-то Я маленько Прижму А дальше Ты обои Хочешь? Конечно хочу Дай мне То, что Материться Не будешь Ну ладно А я вижу Если вижу Что-то вот Сорвется Я скорее Выпущаю Иначе Он надо Материться Мне надо Ждать Когда отрезать Отрезать Не умею Вручную Ведете Передачу Понятно У меня С ними Бесед Получилось Сейчас скажу Так 675 роликов Только Беседа Да как же нет Да я же смотрю Я подписчик Ваш То есть Интернет Многих дал Это поганое место Но за Андрея Терновска Который изобрел Эту пакость Содом и Гаморра Надо молиться Кабы не он Мы бы этих не встретили У меня бы не было 675 роликов Уже Я каждый день Ставлю два ролика Из этих Одних И поганые члены Тоже бывают Нужны Да Ну да На них вытягиваемся Так ну все Давай Сергей Призывай Достойно есть Акова истину Можете тебя Богородицу Присноблаженную И пренепорочную И матерь Бога Нашего Честнейшую Херувин И славнейшую Бесравниния Серафин Безыстрения Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем И матерь Ирина Повались Поблагодари Богу Да Господи Благодарю тебя За нашу общину За то собрание Которое Ты позволяешь нам Организовывать Благодатью Своей Спасибо Слава тебе Поблагодари Господи Что все у нас Обошлось хорошо Без драки Слава тебе Господи Воскресный день Встретились Господи Благодарю тебя За всех За братьев За сестер За друзей За врагов И Богу Слава Во веке Слава тебе Господи Сама душа Просится Высказать Желание Какое Такой воскресный день Все прошло Обошлось Как надо Мы все Благодарны Должны Господи За то что Собрал нас Здесь Слава тебе Отец Сын И Святой Дух Богу Слава Во веке Аминь Я не нашел Четвертый Том Они где Выводят Настерялось